Целый год я готовилась к ЕГЭ, потратила все свои силы на него. В июне сдавала, ожидала баллы, а сейчас судорожно выбираю университеты, ведь даже моих высоких баллов не хватает для того, чтобы поступить на бюджет. А зачем это всё нужно? Может быть вообще никуда не поступать? Всем привет, меня зовут Лиза, в этом году я сдала ЕГЭ на 274 балла, это больше чем 90 по каждому предмету, русский общество и история. Моей мечтой всегда было поступить в большой город, на бюджет, на юриспруденцию. Уже более двух лет я знаю, что я пойду на юриста, и все эти два года, 10-11 класс, я работала на своей целью. Я пришла к этой цели, я написала ЕГЭ на высокий балл, 90+, это очень высоко, но даже такие баллы не гарантируют мне моё поступление. Сейчас я начну анализировать, а зачем это всё нужно было? Зачем я к этому шла, если даже эта цель, эти два года, моей упорной работой не гарантируют мне моё поступление? Плюсом к такому анализу добавляется то, что очень многие, не получая высшего образования, добиваются успеха. И ты думаешь, а зачем оно нужно? Зачем? В твоей голове получается такая несостыковочка. А зачем бежать, если можно добиться всего без этого? Нашему поколению открыто много возможностей, наше поколение очень мобильно. Многие добиваются успеха без образования и аргументируют чётко свою позицию. Но тут же сталкиваются два интереса. Это более старое поколение по типу наших родителей, барбушек и новое. Одни говорят, что всё это ваше нестабильное, но другие говорят, что нестабильное, зато много. Сталкивая эти две совершенно разные позиции, появляется недопонимание. В голове получается что-то вот такое вот. И ты думаешь, а куда мне примкнуть, туда или сюда? Какая моя позиция на этот счёт? Я считаю, что высшее образование нужно. Нужно оно больше не для получения какого-то твёрдого скилла, а больше для софт-скиллов по типу общения, знакомств, связей, прокачки себя, взрослению, выстраиванию своих принципов, понимании себя как человека. Высшее образование — это время понять себя, понять, что тебе интересно, попробовать где-то поработать. Это как демоверсия будущей вашей жизни. Знаете, есть такое ощущение, что на вас как будто бы нет ещё столько ответственности, потому что вы всего лишь студент, вы можете жить за счёт родителей, и можно пробовать разные безбашенные проекты. Ещё для меня высшее образование — это, конечно же, социальный лифт, я смогу переехать. Потому что если я не поступлю, то мои родители меня точно не отпустят просто в город, да и смысл, я не имею какого-то постоянного заработка, чтобы обеспечивать себя, а висеть на шее своих родителей, живя в другом городе — это неправильно. Почему я так отношусь к высшему образованию? Я думаю, вы заметили такую тенденцию, что люди, получая образование, потом не могут найти работу. Всё потому, что образование не даёт никакой ключ к этому. Многие считают, что вот они пойдут, сейчас отучатся, и сразу же найдут работу, сразу же найдут своё призвание, но это не так. В первую очередь всё идёт от вас. Вы можете, не получая информации, рулить какие-то схемы, придумывать проекты — это реально возможно. Но я преследую немножко другие цели, как вы уже поняли. Я не ищу какой-то ключ от образования. Мне в комментариях, в шортсах пишут, что вот, ты сейчас пойдёшь, отучишься, ты не будешь зарабатывать миллионы, тебе ничего не дадут. А я этого и не хочу. У меня совершенно другие цели, я совершенно по-другому воспринимаю высшее образование. Больше как не какой-то, не какая-то база знаний, куда я пройду, вяжу сокровища, сокровища в плане новые знания, и такая, всё, я поняла, я просветилась. Нет, так не будет. Именно на интересующие темы, например, мне сейчас очень интересен маркетинг, я изучаю это дополнительно. Я не пошла учиться на маркетинг, ну, потому что там нет бюджета. Образование необходимо. Взять ту же самую школу, я от неё не получила чего-то твёрдого, но зато софт-скиллы мои прокачались. Это своего рода социализация. И каждый человек имеет свою точку зрения. Кто-то считает, что ему правда необходимы твёрдые навыки и идёт в университет, и это ваша позиция. Например, я перед тем, как идти в 11 класс, написала себе, зачем мне нужен универ, просто взяла, так и написала. Есть такой список, на который я опираюсь, и там просто высказана моя позиция. Вы можете сделать так же, чтобы понимать, что вам ожидать от университета. Поэтому я довольно легко отношусь к высшему образованию, не фанатею от него, как это многие делают. Я быстро выбрала специальность этой юриспруденции, потому что считаю, что это базовое образование, которое пригодится везде. У меня нет чёткого понимания, кем я буду работать. Я не вижу свою жизнь конкретно, как знаете, что вот я отучусь на врача, и я буду до конца своей жизни работать врачом. Моя жизнь очень непредсказуема, в ней появляются много новых событий, проектов, людей, и это всё происходит очень быстро, что я даже не могу загадывать, что у меня там будет. А юриспруденция — это какая-то безопасность со стороны закона. И, наверное, ради этой безопасности я иду получать это образование. Ну, конечно же, я имею в этом интерес. Я изучала право, когда готовилась книга, и мне понравилась эта сфера. Если бы, знаете, мне не понравилось, я бы, конечно, не пошла. Но я имею такие зачатки, предпосылки. Плюс мой папа тоже юрист, поэтому это покрови, наверное. Я выбрала пять университетов, подала в них документы, и уже сегодня опубликовали конкурсные списки. Я быстренько посмотрела, ну, вроде бы прохожу даже на бюджет. Я очень хочу попасть в один университет. Прям как-то меня судьба к нему свозит. Я была там в декабре в этом городе, это большой город, и мне попалась женщина в поезде, которая училась в этом университете. Она мне рассказала, причём на моей специальности. Плюс было много таких мелких моментов. Меня очень тянет туда. Я очень хочу в этот университет. Скоро выйдет большой влог о моём поступлении, где я всё показываю, рассказываю, и в нём я как раз-таки скажу, куда я поступила. Поддержим небольшую интрижку, чтобы вам было интересно. Теперь основная часть этого видео, где я буду отвечать на вопросы на тему ЕГЭ. Вопросов было очень много в моём Телеграм-канале. Вы мне задавали во вкладке анонимные вопросы. Я их ещё не читала. Буду сейчас прямо вот в прямом времени читать, и прямо вот отвечать. У меня девочка в комментариях раскусила, какой университет я хочу. Подписчики мои лучшие. Как они догадались? Я в шоке. Они чувствуют меня сердцем. Просила ребят задавать вопрос на тему ЕГЭ. Мне пишут, есть ли у тебя молодой человек, какой твой рост и вес? Ребята, я вас обожаю. Ещё раз это скажу. Читаю вопрос. Есть ли ощущение, что могла бы лучше? Вернулась бы и исправила что-то в плане подготовки, если бы была возможность. Да, я чувствую, что я могла лучше. От русского я в шоке. Мне очень понравились эти результаты. Я ожидала от тебя намного меньше. Твоя история у меня 91, и хотелось бы лучше. Когда я вышла, я была уверена, что у меня за 95. Казалось бы, разница небольшая, 91-95. Но для человека, который готовился 2 года, это правда очень важно. Каждый балл на счету, да и при поступлении, это, конечно же, очень важно. Я сделала ошибки, например, в обществе, в очень глупых заданиях. Например, в тесте, там такая глупость, очень обидная. Я понимаю, что да, я могла бы лучше, но потом, когда вот это вот приходит осознание, я себя вот так заглушаю. Не нужно нам никакого синдрома отличницы, ты молодец. 90 и 91. История и общество, это супер. 93 по-русскому, конечно, тоже классно, но не нужно вот эту вот грань переходить. Все хорошо, я молодец, я достигла своей цели, потому что моя цель была 90. Видимо, меня свыше слышали, надо было ставить цель 95+. В плане подготовки я бы ничего не изменила, только убрала чувство вины, которое у меня постоянно было. То есть, жила бы по такому принципу, сколько ты успел, столько ты и сделал, а не винить себя, что ты там пропустил какой-нибудь дедлайн. Легче относиться к этому. Следующий вопрос. Какой у тебя уровень английского? Очень низкий. Я хочу начать заниматься английским, потому что в школе мне как-то вот не дали этого. Знаете, во многих школах дают интерес, ну или люди как-то сами в это погружаются, а у меня этот этап прошел. Я никогда им не интересовалась. В школе у меня было полное отвращение к английскому из-за учителя. Сначала это была молоденькая учительница, которая неинтересно ведет. Потом очень злая, от которой я наоборот шугалась, я такая, не, не, английский, я его не люблю. Но сейчас мне кажется, это интересно. Я бы хотела иметь уровень хотя бы для разговорного английского, в плане не хотя бы для разговорного, хотя бы чтобы приехать в другую страну и уметь базово говорить. Понятно, что там уже какие-то высокие-высокие, наверное, нет такой цели, потому что я не собираюсь там работать переводчиком, еще кем-то. Но вот базово-базово знать это нужно. И я хочу этим начать заниматься в ближайшем будущем, наверное, в ближайший год. Как пока что? Не знаю. Покажет время. Читаю вопрос, он очень большой. Я сейчас перехожу в 10 класс. Как ты считаешь, мне уже стоит начинать подготовку к ЕГЭ или года хватит? Сразу говорю, подготовиться можно за любой срок, даже за полгода. У меня есть ребята, которые вообще не знали историю, за полгода они ее выучили. Это возможно. За два года будет идеально. Я готовилась два года. Первый и десятый класс — это база. Буквально прошлась по всему, прям глубоко-глубоко копая. А уже одиннадцатый класс, быстренько так по всем моментам. В истории котики у нас было вроде четыре раза мы проходили историю за год. Это очень много, это очень классно, то, что она уложилась. Я считаю, что в десятом нужно получить базу, не то чтобы прям супер-пупер копать, много решать, но именно вот сделать упор на теорию. Как-то практика, ну, тоже нужно, но вот именно получать теорию, и самое главное, чтобы это было интересно. В десятом классе нужно развить вот эту вот любовь к предмету. У меня так получилось сделать с историей. То есть я уже шла в одиннадцатый год с такими вот глазами, что всё, я хочу изучать, я хочу изучать историю. Сколько часов в день ты занималась подготовкой к ИГ? Каждый день по-разному. Например, в субботу, весь учебный год, ну, не считая мая, суббота у меня был выходной. В воскресенье там тоже поменьше, но в среднем я приходила после школы, и, ну, наверное, часа три-четыре, не, пять точно нет, именно в учебный год три-четыре часа, иногда меньше, иногда часик, два, а уже в мае, когда начались финальные курсы, большие вебинары, там часов даже восемь иногда сидела. Сильно вас нагружали в школе по предметам, не связанным с ЕГЭ? В школе меня не сильно нагружали, я была в расслабленном темпе, у меня было очень много окон, кто помнит мои влоги, например, в мае я ходила в школу к четвёртому уроку, буквально там на два-три урока, в течение года тоже постоянно, например, урок, потом два окна, потом ещё уроки. Самим предметом было лайтово, даже, вот, например, в десятом была очень сложная математика, английский, как-то я даже домашки делала в десятом, в одиннадцатом я вообще не делала домашки для школы. Упс. Вот в одиннадцатом было довольно спокойно, нас не сильно нагружали, конечно, нагружали, но просто, наверное, я ничего не делала. Закончила, кому интересно, вот без того, что я делала домашки, особо не активничаю на уроках, я на 4 и 5, у меня нет ни одной тройки, но знаете, тут работает даже больше не то, что ты как-то учишься, а именно твоя возможность крутиться и вертеться, я считаю. Расскажи про самый трудный период подготовки и про самое тяжёлое моральное состояние. Самый тяжёлый период моей подготовки, это, наверное, вот уже апрель-май, когда, знаете, ты вроде бы прошёл почти весь материал, ты прошёл весь материал, ты всё знаешь, и ты готов уже написать ЕГЭ, но нужно просто ждать, нужно ждать сроки, и тебе прям уже хочется написать, и всё это забыть, плюс у меня в апреле было такое состояние, что я буквально боялась ехать в другой город, я не хотела переезжать, мне настолько нравилась учёба, мне настолько нравились одноклассники, школа и так далее, что я просто не хотела завершать этот этап. Я боюсь поступать, я боюсь уезжать в другой город, я не хочу закончить 11 класс. Скоро май, я закончу школу. И вот это было очень тяжело, я не понимала, как это контуется, как вот взять и переехать, как, как закончить этот этап, это такой тёплый, светлый. У меня школа, это вот в сердечке, это очень душевно, я боялась её закончить, правда. Поэтому он был тяжёлый. Какого-то выгорания, честно скажу, у меня не было, у меня были мини-выгорания, но я быстро с ними работала, и вот какого-то большого, чтобы я, например, забрасывала свою подготовку на месяц, у меня такого не было. Ребята, у нас с вами минус 2, у меня только что телефон сказал, что он перегрелся, там прям в камере так было написано, я офигела. Ноутбук у меня вообще шумит из-за того, что сейчас светило солнышко, и они бедненькие устали, а меня никто не спросил. Мне вообще кайф. Ушло уже солнышко, а я вам всё ещё вещаю. Продолжаем отвечать на вопросы. Какой самый эффективный метод подготовки ты выявила? Самый лучший и эффективный способ подготовки это онлайн-школа. Сейчас на рынке очень много онлайн-школ, но я вам советую именно умскул. Умскул — это крупнейшая онлайн-школа для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с любого уровня до желаемых баллов по всем предметам. Почему умскул? Во-первых, всё обучение проходит на инновационной платформе, где собрано всё необходимое. Это и удобно составленное расписание, записи занятий, полезные материалы, рабочие тетради, конспекты. Во-вторых, программа рассчитана на год, можно пройти все темы с нуля в комфортном темпе. Выбрать подходящий уровень сложности под уровень знаний и отслеживать свой прогресс. В-третьих, вас ждут увлекательные занятия с опытными преподавателями, которые выработали свою методику и учли все изменения, которые необходимы на экзамене. Ну и в-четвёртых, это большое количество практики, как на занятиях, так в пробниках, так и в домашках, и в работе над ошибками. Всегда нужно быть замотивированным. Чтобы не терять эту мотивацию, умскул предоставляет систему достижений. За выполнение домашек и просмотр уроков вам даются очки, которые потом можно обменять на мерч или скидку. Обязательно переходите по ссылке в описании, используйте промокод ЛИСАТА на скидку 10% при записи на любой курс. Следующие два вопроса очень похожи. Начну с первого. В каком классе определилась с предметами? Насчёт общества я знала всегда. Меня как-то к нему тянуло, хотя я его вообще не знала и не учила. В девятом классе я выбрала писать ОГЭ по нему. Поэтому с обществом вообще не было вопросов. Историю я выбрала, потому что это был такой альтернативный предмет, который подходил под мою специальность. Но, например, сейчас следующий вопрос читаю. Были ли варианты сдать что-то ещё? Профиль, например, английский, может. Насчёт профиля? Точно нет. Я не люблю математику, у меня, знаете, нет вот этой вот как будто внутренней предрасположенности. Мне сложны эти цифры. Да, я могу понять это. Да, я могу в этом разобраться. Но как-то вот изначально не тянет. Мне как-то больше на что-то гуманитарное, что-то поговорить, что-то вот поразмышлять. Но не ваши эти цифры. Для меня это сложно. Английский тоже нет, потому что я его не знаю, а учить за два года. Но это возможно, но это сложно. Поэтому английский я тоже не рассматривала. Былся вот такой вот альтернативный вариант. История. Я подумала, что будет классно для вот такого вот расширения кругозора. Во-первых, знать историю, потому что до этого я её тоже не знала. И вот смогла выучить за два года. Понятно, что выучила я её для уровня ЕГЭ. Не то, чтобы я какой-то историк, но я знаю базовые исторические факты, базовые причинно-следственные связи. Могу поддержать диалог в исторической теме. Это дорогого стоит. Именно поэтому я выбрала эти предметы. Как-то, знаете, я живу вот на таком принципе, что меня тянет, что тянет душой. И вот я так подумала, посчитала, что вот эти предметы меня тянут. В каком классе я выбрала? Нет какого-то такого чёткого класса. Я это примерно осознавала в своей голове ещё в классе в девятом, но в десятом уже подкрепила, потому что выбрала эти предметы для сдачи. У нас был класс с индивидуальным планом. Нужно было прям прописывать, себе выбирать часы. У меня там вроде было историю с обществом больше или нет. Ну, что-то типа такого. Как сдали, Кика, твои одноклассники? Очень плохо сдали. Ну, есть там пару результатов. Например, моя подружка, которая сдавала физику и математику, она вообще суперская, она очень хорошо сдала. Ну, ещё пару единичных человек, которые сдали хорошо. Остальные сдали очень плохо. где-то у порога, знаете, там пятьдесят, сорок. Ну, я не знаю, куда можно с такими баллами. И последний вопрос, чтобы всё это подытожить, тему ЕГЭ, наконец-таки. Как ЕГЭ изменил твою жизнь? Во-первых, я лучше узнала себя. Я узнала, как мне хорошо учиться, работать и так далее. Как мне плохо, в какой промежуток времени, когда мне нужно отдыхать, как балансировать между отдыхом и учёбой-работой. ЕГЭ дал вот эту вот дисциплину. Я смогла сама себя организовывать. Я поняла, как мне лучше через какие методы организовывать себя. Например, это бумажный планер мне подходит, именно списки дел писать. И Notion. Notion — идеальный вариант. Я разработала свою методику. Про Notion я хочу записать в видео. Вам вообще интересно, потому что сейчас он такой, знаете, более-менее плюс-минус у меня оформлен, и я могу вам его уже показать. Также ЕГЭ мне показал, что в нашей жизни всё возможно. Если ты захочешь, ты сможешь достигнуть своей цели и набрать эти 90. Захочешь, ты сможешь вообще свернуть гору, блин, сотки и набрать. Ну, сотки лучше не ставить как свою цель, иначе можно потом поехать на этом синдроме отличника. но всё возможно. Вот это мне тоже дал ЕГЭ. На ЕГЭ я как-то выросла. Я прошла этот жизненный цикл за этот год от состояния, когда ты вот ничего не знаешь, у тебя какая-то неуверенность, она вообще огромная, ты не знаешь, поступишь, ты не поступишь, куда, как. Конечно, всё понимаю, но у меня опять выключилась камера и оборвалась прямо в моём диалоге. Я говорила про жизненные уроки, которые дал мне ЕГЭ, я прошла вот от этого уровня к этому, я смогла достигнуть своей цели, и когда ты вот к этому идёшь, ты получаешь какие-то уроки, какие-то выводы делаешь о себе, какие-то принципы, и это даёт хорошую базу при поступлении в универ, если бы я этого не получила, мне кажется, я бы не смогла наиболее полно учиться в университете, как бы это обязательный этап, поэтому я даже благодарна ЕГЭ, то, что он меня вот так вот подготовил, зал и дал вот эти вот принципы понимания себя и уроки самое главное. Вот и всё, ролик про ЕГЭ закончен, я думаю, это был последний ролик, вряд ли я буду что-то ещё снимать, дальше меня ждёт новый этап, сейчас будет больше роликов, я приехала с Питера, очень хорошо отдохнула с подружкой, всё выкладывала в своём телеграме, кто не подписан, подписывайтесь. Дальше будут ролики про будни студентки, это будет не менее интересно, я думаю, даже более интересно, уже я представляю эту эстетику университета, самостоятельной жизни, то хочу сказать по теме ЕГЭ, потому что я знаю, что многие ребята сейчас переходят в одиннадцатый, очень сильно волнуются, не волнуйтесь, всё будет хорошо. Если у вас будут какие-то сомнения, можете писать в телеграме, в комментариях, всегда, я всё читаю, там есть ребята, которые поддержат вас, так же, как я, конечно, поддержу, но ещё кто-то поддержит. Например, мне очень помогал YouTube. Когда я рассказывала своё состояние людям и они меня поддерживали, мне реально становилось легче. Помните, я плакала на камеру? Вы бы знали, как мне легче стало после этого видео, когда мне посыпалась куча комментариев, поддерживающих меня, ну, потому что на тот момент я не придумала свои эмоции, мне правда было плохо, это было не наигранное видео, честно, я реально плакала, это реально были мои эмоции, всё, что я говорила, я реально об этом думала. Сейчас скоро выйдет красивейший влог из Питера, там вообще такие кадры, я сейчас его монтирую, он очень много занимает по времени монтажа, но он будет очень красивый, поэтому всем обязательно его посмотреть. Всем спасибо за просмотр, обнимаю вас всех и целую, как обычно, на таком сегодня каком-то энергичном настроении, я всё это вам говорю. Была рада ответить на вопросы, вообще, интересен ли вам такой формат? Я боюсь снимать разговорные видео, потому что они не особо заходят, как-то вот, ну, YouTube такое не любит продвигать. Я бы хотела снять, например, крашусь и отвечаю на ваши вопросы. Будете ли вы его смотреть? Всем спасибо за просмотр, у вас всё получится, люблю, целую, обнимаю, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok